Жители Нижнего Тагила выбирают территории, которые благоустроят в 2025 году. В онлайн-голосовании на данный момент лидируют сквер на Ленинградском проспекте и парк имени Горького на Выем. За него уже отдали свой голос более 9 тысяч тагильчан. Это одно из старейших мест города и одно из любимых для жителей Выем. У парка богатая история. В 19 веке инициатором его создания стал тагильский купец и пивовар Николай Волков. Парк даже носил его имя – Волковский. В 20-е годы 20 века парк был передан в видение ВМЗ и со временем получил новое название, под которым сейчас и известен парк имени Максима Горького. Здесь было место очень популярное, место массового гуляния. Да и сегодня тоже мы видим и отмечаем, что для жителей Высской части это хорошее, красивое, зеленое место, которое, надо признать, нуждается в реконструкции и приведении его в соответствии с современными требованиями, нормами. Да и просто надо кое-что здесь подремонтировать. Подремонтировать намерены входную группу, восстановить ограждения, обустроить парковку, детскую и спортивную площадки, места для отдыха, сформировать из тропинок пешеходные дорожки, разместить вдоль них лавочки. Планируется также обновить освещение, смонтировать видеонаблюдение и сделать водоотвод. Почему же так парк полюбился жителям Выи? Здесь могут отдохнуть и ветераны, потому что он очень зеленый, он насыщен старинными деревьями. Он очень любим детьми, потому что здесь площадки и для маленьких детей, и для подростков, и спортивные сооружения. Имея небольшую площадь, он очень насыщенный. Здесь рядом находятся образовательные учреждения, школа номер один имени Крупской, номер 23, детско-юношеский центр «Мир» и высокогорский техникум. Помимо парка имени Горького, в Ленинском районе в голосовании участвует еще одна территория – театральный бульвар в центре города. Проголосовать за любой из шести тагильских объектов можно на региональной вкладке с сайта формирования комфортной городской среды. Чтобы свой голос смогли отдать как можно больше тагильчан, к работе подключились волонтеры. Преимущественно это студенты. Ребята обходят учреждения и помогают сделать выбор всем желающим. Были в Демидовском колледже в первый раз. Сегодня утром в 23-й школе, сейчас в 71-й. Что еще предстоит? Какой маршрут? Надо обойти все школы Ленинского района и образовательные учреждения. Мы ходим так, как у нас получается с парами совмещать. Стараемся как можно больше обойти в один день. Обычно утром. Напомним, что в 2023 году в Нижнем Тагиле по федеральной программе обустроили два общественных пространства – Нижневыйский сквер и пешеходную зону у бывшего универсама на Гальянке. В этом году завершат трехлетнее благоустройство бульвара на Ленинградском проспекте, обновят площадь перед машиностроительным техникумом и небольшой скверик с лестницей на проспекте строителей. Продолжение следует...